Ребята, привет! У меня сегодня будет на распаковку озона. Значит, у меня здесь вот такое вот количество, ну, небольшое количество посылок. И, наверное, вот в это видео ставим еще одну распаковку озона, которая была немножечко раньше отснята. Я вот это не заказывала. Это наша коробка тогда. Это наша коробка. Для вас специально выбрали вот такую вот красивую картинку, да. Это мы сейчас опять спустились со своих дач вниз, сюда, ближе к реке Ахтуба. Вот за мной это маленький залив Ахтубы, ну, наверное, один из заливов, да. Ну и вот хочется вам поделиться вот этой красотой, то, что радует наш глаз, как мы кайфуем вообще от пребывания здесь. И, ну, как бы грустной, скучной распаковки озона я еще в своей спальне, да. Я еще успею показать и зимой, и ранней весной, да. А сейчас хочется вот такое, что-то такое более уютное. Здесь у меня совершенно небольшой заказ, потому что, ну, как бы по чуть-чуть, да. У меня еще очень много неотснятого лабиринта. Не знаю, когда я на это, честное слово, выкрою время, но озон, потому что Дима очень сильно просит. Здесь, в основном, для Димы такие небольшие штуки, которые ему нужны для диорамы. Вот первое, что я держу в руках, это у меня солдатики. Обычная цена 368 со скидкой 199. Пока лето, чем мы увлекаемся, да, Дима, естественно, очень много читает. Но еще так получилось, что Дима нашел какой-то канал, не знаю, как он называется, я вообще это не смотрю. Короче, там делают разные диорамы. И вот, ну, то есть что-то делает своими руками на разные тематики, да. И Дима у себя на Инстаграме всем этим делится. То есть там, в основном, из таких, из природных, из каких-то натуральных материалов на картоне, да. Это я не помню. Наверное, это будет, получается, на тему войны у Димы, да. Вот он выпросил у меня вот этих солдатиков. Фирма «Батле Тайм». Набор солдат «Штурмовая бригада». Комплектность 30 штук. Стараемся реально, чтобы было минимум каких-то гаджетов, да, чтобы было больше творчества, чтобы дети были увлеченные. Короче, в общем, вот такие вот солдатики. Какие-то есть на подставочке, какие-то есть не на подставочке. Вот такие вот солдатики. Ну, в общем, короче, ребенок очень сильно выпрашивал. Говорит, мама, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, теперь я вам распаковываю вот эту коробку. Вообще, конечно, у меня еще была мысль сделать вам видео «Back to school», да. Потому что к школе, конечно, какие-то констовары идут, но не в огромном количестве. Я прекратила баловать ребенка на предмет каких-то прикольных там констоваров. То есть, ладно, ну я не знаю, сделаю я «Back to school» или не сделаю. Вот это тоже Дима выпрашивал для диорамы. А Сережа говорит, типа, слишком круто для диорамы, потому что хочется вот такой машинкой, чтобы игрался потом и Дима, и Кирилл. Так, значит, это ГАЗ-21 «Волга». Фирма называется «Русская серия», да, и здесь много всяких разных машин. Он жал вот такую однотонную какую-то бежевую, но здесь логотип такси, то есть Дима будет этот логотип такси закрашивать, потому что по тематике Диме надо, чтобы там другая тематика была на диораме. А вообще вот я на самом деле, когда залазила на «Озон», там есть вот эти все разные варианты. И вот какая у нас была раньше милиция, да, и вот это желтое такси, которое, наверное, 70-е годы было. Обычная ее цена была вообще такая достаточно высокая, 841, ну явно завышенная цена 841. А со скидкой она стоила 440. Так, как ты открываешься? Сейчас я открою ее. Пишите, какой вы любите больше магазин? «Лабиринт», «Озон», «Валдберрис» или, может быть, «Май Тойз» или что там еще есть? Я как привыкла заказывать на «Озоне». Я просто смотрю, как бы, что не очень сильно дорого, что мы можем как бы себе позволить. Кирюша скажет, покажите мне машинку. Кирюша, давай я покажу. Вот, вот, я заказала, да, я заказала, да. Иди сюда. Сейчас покажу зрителям и дам тебе. Вот такую, в общем, машинку мы заказали. Но она вроде инерционная, то есть она должна кататься сама. На, на, на. Так, и теперь я заказала Диме, ну, мне просто самой понравилось, если честно, вот такую упаковку тетрадей. Кирюша, это уже Диме, это Диме, это Диме к школе. Кирюша, пойдем. А, значит, тетради в клетку. Блин, не дай бог, здесь крупная клетка. А, слава богу, мелкая, обычная, мелкая клетка. Ну, в общем, если честно, мне просто самой понравилось, и Дима сказал, что да, тоже понравилось. Мы взяли вот такой вот набор тетрадей, здесь должно быть 20 тетрадей, да, что здесь вообще, да. 20 тетрадей. Цена набора 364 со скидкой 280. Ну, я так перевела в расчете, по-моему, 14 рублей, что ли, одна тетрадь. То есть не так-то сильно и дорого. Здесь просто, ну, очень такая прикольная картинка. Здесь должно быть 5 дизайнов на тему динозавров. Вот такой вот дизайн. Ну, это вообще учительница у нас достаточно строгая, и она говорит, что тетради по математике и по-русскому должны быть только однотонные зеленые тетради. Ну, бывает же, им надо и по-английскому тетради, английский язык, там, словарик отдельно, да. Отдельно у них доп. математика, отдельно у них там еще что-то. Фирма Хадбер, да, вы там найдете на Озоне, если еще их не разобрали. Ну, достаточно мне понравилось реально. Вот, и все на тему динозавров. Вот дизайн. Вот дизайн. И вот. В общем, получается, набор тетради у меня вышел в 280 рублей. А так, конечно, еще есть покупки для школы. Просто они были сделаны в основном с лабиринта. Ну, и теперь последнее. Просто реально выгоднее, чем в магазине в Магните. Значит, хлебцы. Обычная цена 889, со скидкой 679. Здесь 12 упаковок вот таких вот хлебцев. 12 упаковок. Хлебцы амарантовые с топинабуром. Сейчас, на данный момент, уже ест это вся семья, и не только Кирилл. И вы знаете, если у меня был какой случай? Ну, в каком-то я закупалась в Магните, не в том, в котором я привыкла закупаться. Да, то есть, ну, где-то мимо ехали, и надо было мне купить какие-то продукты. И в основном вот это все продается в разделе, где все для диабетиков, да, где там и джем, и что там, пастила, там, безглютеновая мука, какие-то конфеты, эко-конфеты. И вот в обычном Магните, в каком-то небольшом, не в Гиппере, а в небольшом, да, вообще не было ничего безглютенового. То есть, вот это на Азоне заказывать и по цене выгоднее, и ты точно понимаешь, что тебе не надо бегать по большому количеству магазинов. Кирилл уже привык к этим хлебцам, не капризничает, не выпендривается, да, прекрасно их кушает. Ну, либо что-то мной приготовленное из безглютеновой муки, либо вот этим мы заменяем хлеб ему. Вот, значит, еще будет одна распаковка Азона. Ну, и пишите, мне вот реально больше всего интересно, может быть, уже давно-давно прекратили покупать что-то на Азоне, а на других интернет-магазинах покупаете. Потому что Азон, конечно, закручивает цены достаточно высоко. Привет! Получили сегодня Валдберрис, это первый заказ у нас Валдберриса. И вот у меня еще две коробки Азона, вот и вот. Значит, в Валдберрисе мы заказали первый раз вот такие камни для альпинизма. Здесь идет инструкция по установке, но это Сережа будет уже смотреть. И вот такие камни для альпинизма, это для Кирюшиного домика, который у нас новый домик на даче построенный. И так получилось, что вообще хотели эти камни заказать на Азоне, но их, ну, прям конкретно, когда нам надо было, они закончились в наличии. Вот, ну и все вот эти вот прибамбасы, чтобы крепить, крепить эти камни. И цена была примерно и на Азоне, и на Валдберрисе одинаковая. В общем, на Азоне они стоили 900 рублей, а на Валдберрисе нам пошло это за 892. Вот, ну, такой вот совсем небольшой заказ у нас был с Валдберрис. Теперь, что я заказала с Азона. Здесь опять всего по чуть-чуть. То, что очень сильно нам нужно. То, что заканчивается дома, да, и по магазинам, ну, уж совершенно нет времени ходить. Так, ну, опять у них немножечко бумаги. Это я себе заказала раствор для линз. Ну, все, кто давно меня знает, смотрят, да, знают, что я заказываю, что я хожу в линзах. И, в общем, это просто обычный раствор для линз. И он тоже был дешевле, чем в наших оптиках. К нему идет в комплекте вот такой вот контейнер для линз, ну, и сам раствор. И стоил он здесь сейчас 414 рублей. Это на самом деле дешевле, чем в наших местных оптиках. Теперь мы подсели вот на такую штуку и уже не первый раз заказываем. Либо я с Ахерба заказываю всякие очень хорошие органические вкусняшки, либо мы заказываем вот эту вот фирму Семушка. И мы от нее много чего заказывали. И конжу, да, и вот сейчас я заказала клюкву. Ну, видно, она такая большая, хорошая. Но она выходит чуть дешевле, конечно, чем с Ахерба. Но с Азона, естественно, это идет намного быстрее. Здесь идет 150 грамм. Это клюква, сахар, подсолнечное масло. Страна происхождения Канады. Ну, я больше предпочитаю Ахерба. Но вот это тоже очень вкусно идет с утра нам в кашу. Дети у меня кушают это с кашей. Теперь заказали вот такую книгу, но это не мне, это моему знакомому. Значит, автор Кен Моги, мировой бестселлер. Книга переведена на 29 языков. И Кенгай «Смысл жизни по-японски. То, ради чего стоит вставать по утра». И она стоила 345, и со скидкой она стоила 310. Не знаю, сколько она стоила на лабиринте на Валберсе. Мне просто знакомый попросил ее кинуть с Азона, и поэтому я сразу ее и кинула. Вот. Ну, в общем, год выпуска 2021 год. Икигай – это японская философия, которая помогает находить удовлетворение, радость и осознанность во всех делах каждый день и способствует долголетию. Японские мужчины по продолжительности жизни занимают четвертое место в мире, а японские женщины – второе место. Благодаря Икигай человек учится приводить в порядок мысли, замечать красоту окружающего мира и радоваться мелочам, обретает гармонию и душевный покой. Икигай способствует достижению успеха во всех сферах профессиональной деятельности и в личной жизни, и вы поймете, почему, когда вы прочтете эту книгу. Блин, я тоже хочу такую книгу почитать потом. Вот. Ну, в общем, по крайней мере, со скидкой взяли за 310 рублей. И следующее, я не знаю, почему они меня положили в такую огроменную коробку. Сейчас я посмотрю. Наверное, там будет очень много бумаги, я так предполагаю. Да, здесь огромное количество бумаги. Огромное количество бумаги. Я вот это не заказывала. Это наша коробка. Это наша коробка. А что это такое? Паста из жареных ядер конопли шоколадная. Чего? Паста? Конопли? Да, из жареных ядер конопли. Я это точно не заказывала. Состав ядра коноплиные, жареные, какао, фруктоза, морская соль. Возможно, отслоение масла в продукте перед употреблением. Это еда? Я не знаю, коноплиные. Короче, ему это подарок. Я заказывала... Точно хотя бы я, да, здесь? Ну да, я. Я заказывала вот эти хлебцы. Опять же, кто у нас давно на... Ай, слушай, они надо чисто на хлебцы намазать. Да, конечно, они никогда бесплатно ничего не давали. А это подарок? В общем, кто давно на моем канале, те знают, да, что у меня Кирюша на безглютеновой диете. И мы кушаем хлебцы вместо хлеба, потому что здесь идет в составе амарантовая мука. Это очень полезно, да, то есть как бы жизнь безглютена, она реально дает, по крайней мере, мы точно видим эффект от этого всего. Сейчас я покажу, вдруг кто первый раз смотрит у меня этот влог, да. Здесь упаковка должна быть из 12 штук. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну давайте одну открою, покажу, да, вдруг кто первый раз. Очень хорошие хлебцы, мы их постоянно покупаем, и они выходят дешевле, чем в магните, дешевле, чем в ленте. Поэтому мы их заказываем всегда на озоне. Они вот такие тверденькие, хорошенькие, масло, сметана, арахисовая паста, все что угодно. На них очень хорошо намазывается. Вот, Кирилл у нас их просто уже обожает. Вот, а вообще заказ по озону был у меня на полторы тысячи, я вначале не сказала. Ну, все, спасибо вам за просмотр, всем пока. Что ты хочешь? Смотри, мама, какие тетрадки купила. Смотри, мама, тетрадки купила. Видишь, динозавр. Смотри, вон какой динозавр. Кирюша, Кирюша, смотри, какой динозавр. А смотри, еще какой мама тетрадку купила. Видал? Вот еще какую тетрадку купила. Продолжение следует...